здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами индомита 7 нас очередной обзор танков нашей любимой игры мир танков атлеста game 7 нас на обзоре гордый американский средний танк 8 левела прием танк м-47 паттон ампру вот он же вот очень мне нравится машина есть у нее конечно нюансы сегодня мы как раз в обзоре разберем но прежде чем мы продолжим обзор конечно же прожми лайк подпишись на канал но мы с вами начинаем и давайте-ка мы начнем на и нас изучение бронирования тем более здесь есть на что посмотреть машина с точки зрения брони конечно стоит между средними тяжелыми танками а почему вот сейчас нам расскажет наш мехвод петрович передаем и так господа танкисты коллижен модель нашего им 47 ампру вот паттон он же до сайте сколько у нас экранов от голубым цветом как раз светятся экраны и закрывает большую часть нлд почти все влд башня вся закрыта сверху спереди по бокам ну и давайте смотреть бронирование начнем снизу с к с корпус и начнем с нлд нлд с экраном 220 220 есть вот здесь по сотке у нас внизу да есть боковые еще щелочки но в целом в целом 220 это солидная броня как для среднего танка 8 level влд 265 279 277 ребята это как броня вот корпусу защищенный экраном это как броня по сути тяжелого танка коем этот аппарат и не является здесь вот есть опять же щели у нас да ну они достаточно все тонкие в них достаточно тяжело попасть а под башни 137 рикошет вот здесь 122 и пробивается здесь 200 здесь ну тоже 168 250 уже ну короче корпус защищен очень хорошо и этот танк с таким бронированием вполне может их спокойно играть на фланге тяжелых танков что касаемо башни давайте начнем с маски орудия маска орудия 347 500 600 верхняя часть рикошетная 322 270 тонкая щель щеки 359 210 рикошет здесь у нас рикошет здесь рикошет короче башня защищена и причем щелей то нету даже вот здесь извиняюсь там приведенки рикошет 314 очень лютая броня но есть вот люк 133 верхний 100 сколько там получать за 130 тоже до по краям ну в целом 130 можно говорить боковое бронирование у нас тоже противокумулятивные экраны вот 76 здесь 106 верху 76 а борт у нас прямой вот танкует от борта замечательно главное не перекручивать вот есть вот такой пятачок здесь и соответственно подставляем в л.д. здесь рикошет ну под башню еще можно закиднуть в этот пятак выцеливать такая себе история в целом лютое бронирование если бы конечно не вот этот люк так с броней разобрались давайте смотреть орудие чем этот танк наградили а наградили этот танк пушкой 10 уровня 105 миллиметров к альфа 320 230 пробития на основном 300 на голде заряжается пушка долго для такой альфы как раз некорректное время заряжания но 11 3 я думаю это связано с тем что у танка как для ст ну просто сумасшедшие бронирование вот здесь по-хорошему цифра должна быть секунд 9 а у нас 11 30 44 точность не самая лучшая ближе к тяжелым танкам время сведения 3 секунды то есть по пушке время заряжания сведения и разброс ближе к тяжелому танку но альфа 320 вот это неудобство на этом танке а что касаемо полевой модернизации второй блок легкосплавные узлы крепления настройка рычагов подвески и турбоны настройка турбогнетателей в пятом блоке а я взял на разведку почему потому что я на этом танке универсальный играю как на фланге средних танков так и на тяжелых и честно говоря мне нравится на ампру воде играть с просветленкой получать много асиста по засвету по оборудованию турбину обязательно ставки и доса я поставил просветленку вы например можете ставить вентилятор пожалуйста улучшенный прицел пожалуйста какие вопросы вот по снарядам основной бронебойный летит почти тысячи сто метров в секунду голда у нас летит почти те же тысячи сто метров в секунду комфортно как для восьмого левела комфортно по снаряжению ремка аптечка автоматический огнетушитель я поставил доп паек вот четыре члена экипажа перки наблюдаете перед собой передаем слово индомит спасибо петрович спасибо родной давайте теперь пробежимся по плюсам и минусам этой машины самый жирный минус этой машины вообще было бы имба на самом деле но он есть и это конечно же время заряжания орудия для айфы 320 пушечка заряжается более 9 секунд и это беда станк создан как универсальный написано хоть штурмовой но я бы сказал универсальный для игры как на тяжелом так и на фланге средних танков броня позволяет и да и пушка у нас больше напоминает пушку тяжелых танков за исключением альфы зато у нас есть увы на минус 10 у нас нормально адекватная скорость полета снаряда почему нет а теперь по хп 1300 хп ребята ну блин такая броня даже с таким количеством хп зажить на этой машине ну на самом деле не проблема танк зачастую вы танковывают по три-четыре даже пять тысяч урона за бой благодаря своим экраном и в целом лютой броне касаемо мобильности все хорошо 45 вперед 20 назад но это правда все это у нас турбины удельная мощность двигатель 19 лошадей на тонну у нас даже присутствует незаметность хоть и перк незаметности только у кое-кого еще только вкачиваются кого-то вообще его еще нету да да такой экипаж у меня в целом процентов на 30 вы можете рассчитывать даже по незаметности обзор королевский 474 метра на просветленки да да я на этом танке играю на просветленки и всем рекомендую именно так делать танк интересный танк старший брат супер першинга во всем ну в подвижности даже получше по броне так и еще лучше предлагаю уже отправлять петровича бой пусть поиграет посмотрим собственно что способен этот тач погнали так господа обзор боем м-47 ампру вот средний американский прем танк восьмого левела десяточки никто не уйдет начиная а это что это со мной никто интересно очень интересно это а и и и и и и и Продолжение следует... 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 Что ж ты делаешь-то? Ладно. Ну, хотелось ему. Ну, все, то ВПХ одно. О, хорошо, молодец. Победа, ребят. Ну, мы держали фланг. Потели, тут долго стояли. Видели, сколько в нас танков въехало? 3000 натанкованного урона. Да-да, а мы зажили. Вот так вот. А мы зажили. Ампру, вот. Старший брат Супер Перша. Реально способен на многое. Кругом экраны, хорошая подвижность. Прямо вот мои собственные ощущения. А что, собственно, по этому танку меня немного расстраивает. Немного в кавычках, да. Это сколько заряжается орудие? 9 секунд с лишним. Это долго. Для альфы в 320 пушка, вот для такой альфы, неадекватно. На среднем танке долго заряжается. 9 секунд. Это очень много. Хорошая подвижность, хорошая броня, пробитие, альфа. Все, все, все. Но для такой альфы слишком долгая зарядка. По пятибалльной системе ставлю этому танку. 4 с плюсом. А побыстрее БКД было бы твердая пятерка. Но, увы, увы, ах и нет. Вот. Танк нравится. Рекомендую к покупке. Появится в магазине. Ребята, покупайте. Тачка прям зачетная. Ребята, у кого есть М47 Ампру, вот обязательно. Пишите в комментарии, как вам эта машина. Какое вы используете на ней оборудование. Получается на этой машине фармить или нет. Ну, а я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео. Подпиской на канал. Ну, и, конечно, прожми колокольчик. Чтобы быть в курсе всех новых стримов. И самых последних обзоров по нашей любимой игре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok